Добрый день! Это программа «Точка зрения». С вами я, ведущая Светлана Мелешко. И сегодня гость программы «Точка зрения» Михаил Владимирович Гулевский, глава города Липецка. И мы поговорим с ним о том, как будет проходить День города, День Металлурга в нашем этом непростом году. Здравствуйте, Михаил Владимирович! Здравствуйте! Ну вот накануне праздников как раз мы с вами встречаемся. В эти выходные мы будем отмечать День города. Как встречаемся? Чем будете радовать горожан? Какими подарками? Ну, вы знаете, на День города, ну всегда, наверное, люди ждут подарков в городе Липецке. И мы оправдываем этой надежды. Из года в год мы видим, что Липецк хорошеет. И сегодня мы его перышки драем, чистим. И город преображается изо дня в день. И я думаю, на День города гости, которые приедут к нам из многих наших городов России, да и не только России, они его увидят во всей красе. Что мы вообще-то намечаем на День города? Ну, во-первых, по всем нашим площадкам будут, конечно, концертные программы. И я думаю, что житель для себя выберет удобное время и место, где бы он провел это время. Мы сдадим два дома. Это 95 квартир в поселке ЛТЗ. Это по программе переноса аварийного ветхого жилья. Мы откроем дорогу на Кривенково. Это вот до улицы Минска. Это юго-западные наши микрорайоны. И улицу Северидова. Это тоже будет к дню города. Мы откроем на Соколе детский садик. Программу, которую мы сегодня выполняем, я хочу сказать, очень успешно и в 2014 и в 2015 году. Вот смотрите, к дню города мы открываем на Соколе. Да, там есть проблема. Мы открываем, откроем в этом году, это и 33 микрорайон детский сад, и Елецкий микрорайон детский сад. И под реконструкцией сегодня находится и детский сад в 20 микрорайоне. То есть программа очень обширная. И я думаю, что любой житель города Липецка, они увидят не только эти мероприятия, но и те, которые будут проходить в течение этих трех дней. 17, 18, 19. Ну, все-таки, Михаил Владимирович, нынешний день города, вы согласитесь, проходит непростую экономическую ситуацию. Может быть, мы вот только сейчас начинаем как-то ее стабильность ощущать первую. А как отразился кризис на общей обстановке в городе, в нашем областном центре? И может быть, вот из-за этого пришлось что-то отодвинуть, какие-то проекты, какие-то важные вещи в городе, в нашем? Вы знаете, при формировании бюджета в декабре 2014 года такие сомнения у нас были. Но вот по истечению полугодия 2015-го я сегодня хотел бы вам сказать, что все программы, особенно социально важные для наших лепчан, они остаются. Что еще важно? Вы только посмотрите. Вот бюджет будем, корректировку делать в июле, это уже незапланированные средства, а это почти 175 миллионов рублей, которые пойдут на дворе спорта Звездной, на его реконструкцию. Мы выделяем деньги на культуру, на нашу, почти 25 миллионов, на спорт, на реконструкцию или текущий ремонт детских садов и школ. И я вам хочу сказать, что в этом году, вот смотрите, даже под реконструкцию и на текущий ремонт область выделила городу Липецк 94 миллиона для детских дошкольных учреждений. Поэтому я считаю, что бюджет, который утвердил городской совет в декабре 2014 года, он у нас успешно выполняется. Ну то есть в него поступают дополнительные новые средства сейчас или пока вот просто то, что планировано и не снижаем? И мы планировали, к счастью, все выполняется. Бюджет наполняется так, как мы прогнозировали. Ну хорошо, не с минусом. Вот это важно. Не с минусом. Не с минусом, совершенно верно. А давайте поговорим, хоть у нас эфиры предпраздничные, но все равно есть вопросы, с которыми столкнулись горожане. Может быть, вот последний месяц он какой-то был такой очень насыщенный. Вот первое событие. 24 июня у нас прошел ливень. Все помнят. Было это, в общем-то, во всех СМИ даже федеральных показывали. И показал, наверное, узкие места, в том числе, ну может быть, вы знали о них или догадывались. Что конкретно будет решаться по модернизации, получается, теперь ливневая система? Вы знаете, конечно, вы правы. И, конечно, надо вот эти узкие места отслеживать и выполнять тот объем работы, который необходим. Наверное, вы помните и Каменный Лох, и улицы Верхняя и Нижняя Логовая, которые, постучу, уже забыли. Конечно, мы помним три года тому назад и Ниженку, и сегодня мы это забыли. Мы сделали ливневку по улице Гагарина от площади Героев и до нашего кукольного театра. И мы и здесь напряжение сняли. Да, сегодня улица Калинина, ну, называем район радиаторного. И я бы еще назвал 50 лет на Ломака. Поэтому проблемы у нас там были. Всегда ливни и пожары, они тревогу несут. Они неожиданны. Ну, неожиданно мы видим по телевидению, как в других городах это все происходило. Но нас интересует город Липецк. Поэтому задачи поставлены. Мы понимаем, что надо сделать вот на этих участках. И я думаю, что эти работы мы будем выполнять. В ближайшем будущем, да? В ближайшем, да, в будущем. Вот как раз, может, в этом году. А люди, которые пострадали в своих частных домах и, может быть, там, многоэтажных. И у них сегодня уже подсчитан ущерб. Такой, так скажем, минимальный, который может компенсировать им город. Когда они смогут эти деньги уже, может быть, начать получать? Вы знаете, на прошлой неделе я подписал распоряжение. Мы из резервного фонда выделяем как материальную помощь пострадавшим от наводнения 2 миллиона рублей. Здесь поддерживает нас и область. И они через соцзащиту тоже самое этим же людям тоже будут выделять материальную помощь. Поэтому деньги наши люди к Дню города все получат. А, то есть уже на этой неделе практически вопрос закрыт. Да. Ну, хорошо. В общем, людям все равно нужно, наверное, страховать свое жилье самим. Ну, это сложно, наверное, для людей. Но, наверное, в цивилизованных странах так и делают. Когда-то и мы к этому придем. Михаил Владимирович, ну вот у нас в этом году тоже прошла компания лицензирования управляющей компанией. Некоторые не получили лицензии, некоторые лишились домов, некоторые дома лишили своих управляющих компаний. То есть ситуация пока вот такая, как есть. И немало вопросов возникает у людей, у кого вот таких домов, у владельцев этих домов, у кого нет компании. Что, в общем-то, сегодня предполагается для того, чтобы выйти из этой ситуации? Вы знаете, я бы сегодня эту ситуацию, как глава города, не драматизировал. Все под контролем. Со всеми управляющими компанией деловые взаимоотношения. Ни один дом в Липецке не будет брошен. Только сегодня утром я приглашал три управляющие компании, с которыми мы вели переговоры. Везде управляющие компании будут выполнять тот объем работы, который необходим сегодня жителям города Липецка. К каждому дому. Да, в мае, может быть, тревога у меня какая-то была. Сегодня мы эти вопросы сняли. Но, тем не менее, вот сегодня у вас есть претензии лично, как у мэра, к этим управляющим компаниям? Они уже сложились. Они уже, в принципе, все там на рынке давно, кто пять лет, кто и больше работает. Новичков туда пускать уже не будут? Вы знаете, сегодня закон позволяет это делать, но вот моя точка зрения – нет. Мы должны, наоборот, концентрироваться на тех управляющих компаниях, которые уже у нас сложились. И я их поддерживаю. И я убежден в одном, что с ними, с директорами управляющих компаний, с этими коллективами работать можно и нужно. Ну, дальше, получается, повышать требования к ним? Там спрос с них? Вы знаете, спроса, я думаю, предостаточно. Только жители спрашивают так, мама не горюй. А сегодня наш житель уже не тот, который был там пять-семь лет тому назад. Поэтому спрашивают на всю катушку. Да, они иногда и пищат, и ко мне приходят. Че пришел? Но у тебя есть конкретный человек, работайте с ними, даже при утверждении тарифов. Убеждайте, коллеги. И я думаю, что вот это хорошо, что пошло лицензирование управляющих. Мы всколыхнули, они почувствовали эту требовательность к себе и со стороны власти, и со стороны своего любимого населения. Ну, любимого точно. Давайте поговорим про дороги. Вот у нас сейчас самый разгар. Ну, вот, может быть, чуть-чуть будет затише перед днем города, чтобы все было красиво, а потом продолжится. Сколько удастся отремонтировать до хорошего уровня в этом году, в сезон? Вы знаете, я бы не сказал, останавливаться не будем, даже на день города. Страшного я здесь ничего не вижу. Вот по тому же кольцу Циолковского сегодня только совещание я провел. Я думаю, мы начнем. Не закончим ничего страшного. Люди это понимают, да и приезжие поймут, что мы выполняем тот объем работы, который нам сегодня необходим. И по графику, те дорожное полотно, которое необходимо нам сделать в тот или иной период, мы, конечно, это будем добиваться с дорожниками и будем делать. Я не хотел бы сегодня перечислять все улицы, если мы говорим о капитальном ремонте. Их очень много. Ну, например, Зои сегодня закончили, перешли плавно на лесную, металлургу, наверное, тоже обратили внимание. Ну и так далее. Будет и Катуково, будут и другие у нас улицы, на которых будет проведен капитальный ремонт. Да, появятся у нас и новые дороги. И, наверное, уже жители обратили внимание. Это улица Стаханово. Это в разрезе 24 микрорайона. Это улица Стаханово в разрезе 29 микрорайона. Это Елецкий микрорайон. И мы, конечно, в выезд с Елецкого микрорайона, и уже она отторгована, уже дорожники приступили к выполнению определенного объема работ. И здесь мы это полотно обязательно сделаем. Поэтому и много нового сегодня дорожного покрытия появится в городе Липецк. И это очень важно. Вот сегодня, я вам скажу, здорово, что микрорайон только строится в 33-й, а мы с вами детский сад заложили уже. В микрорайон только строится, Елецкий, а мы уже детский сад заложили. И появляется хорошая инфраструктура, в том числе и дорожная. Поэтому я считаю, что мы на правильном здесь пути и будем добиваться своего, чтобы это было качественно и в срок. Ну, раз люди там живут уже, первые дома, то, конечно, им и садик нужен. Нет, ну, вот поэтому, я говорю, мы успеваем. А это очень важно. Ну, то есть будет и приемка работ строго, строже, может быть, за каждую. Ну, я думаю, что да, и уже дорожники это понимают. Уже поняли? Да. Начиная от асфальтного завода, от приемки асфальта и заканчивая уже качеством внешних работ. Михаил Владимирович, ну, вот мы этой весной, можно сказать, так прощаемся или говорим до свидания нынешнему совету депутатов, которые у нас... Ну, они еще работают, но мы выбираем новые в сентябре, 14 сентября состоятся выборы. Вы уже можете сказать, как они вообще сработали, на ваш взгляд? Вы знаете, я хотел бы сказать одно. У депутатского корпуса и у мэрии задача одна. Я никогда не разделял этого, потому что мы работаем на жителей города Липецк, на конкретного человека. И любую программу, которую мы выносим на городской совет, мы доказываем, что она нужна. И я хотел бы сказать, что вот этот городской совет, он работал слаженно, продуктивно, и мне с ними было работать удобно. При всех, да, тех вариантов, которые мы иногда с вами обсуждаем, у каждого своя точка зрения. Мы должны их убеждать. Но то, что сегодня плодотворно и слаженно работает городской совет вместе с мэрией, это я подтверждаю. И говорите им нам спасибо, да? И говорю им огромное спасибо. Многие пойдут на новые сроки и так далее. Поэтому я желаю всем удачи, счастья, здоровья, чтобы все у них в жизни получалось. Ну, может быть, надо, чтобы пришли и новые люди, в том числе и в городской совет. А у нас и новая форма выборов будет использована, и больше депутатов станет. И даже у нас новая форма избрания главы Липецка предстоит в будущем. Вот как вы думаете, это изменит вообще работу новых властей в городе? И вообще что это даст? Вот эта вот слаженность в работе, она подтверждает, что мы, наверное, на правильном пути. Да, приходят новые люди. Да, это новые точки зрения, это новые мышления. Но мы должны быть готовы к этому. Ведь появятся новые партии. Ну, может быть, со своим уставом, да? Со своей идеологией. Но мы должны доказывать, может быть, будет и сложнее. Но я еще раз говорю, депутатский корпус, в каком бы количестве он не был, какие бы люди там не были, а я убежден, что этот депутатский корпус должен на голову выше быть предыдущих, мы работаем на одну цель. Я еще раз подтверждаю. Если мы говорим о главе города, вы знаете, какой бы схемы ни было, да, всенародные выборы, сети-менеджеры, или сегодня вот глава города-глава администрации, конечно, многое зависит от личности. Если человек, который будет работать на этом участке, он непростой, он сложный, но нужно любить, самое главное, свой город Липецк. А я его очень-очень люблю. Я в нем родился. Поэтому вот если будут в команде такие люди, успех будет сопутствовать нам. Однозначно. Ну вот по тому старту, который кандидаты уже, наверное, их можно назвать, или там партийные активисты начали, можно сказать, они вообще будут активно работать, они будут там неравнодушны? Ну, убежден, что да. А зачем идти тогда в городской совет? Для чего? Поэтому вот сегодня уже 11 партий. И каждый, конечно, он задумывается, а зачем он идет в городской совет? Личной амбиции? Убежден, что нет. Он должен понимать, что ты ответственный за город Липецк, ответственный за его жителей. Если это будет, а добавляющая и любовь у каждого, будет только на пользу всем. К этому мы будем стремиться обязательно. Ведь получается, если жители не выберут своего депутата в городской совет, то и без него пройдет избрание там будущего сети-менеджера, как его можно назвать. То есть, да? Надо, значит, как-то поактивизироваться самим? Нам. Кому нам, вам? Нам. Или нам? Нам всем. Нам всем. Да, конечно. Если не будет всенародных выборов от главы города, то, конечно, мы понимаем, что городской совет – это и есть власть народа. Это и есть весь город Липецк, разделенный на определенные округа. Поэтому вот даже сегодня мы создали советы общественности. Мы понимаем, как сегодня каждый депутат старается что-то привнести в свой округ. А это очень важно. И эта схема у нас и в будущем останется. Он участвует в процессе сегодня сам со своим населением. Это важно. Поэтому я говорю сегодня однозначно. И эта схема, она в городе Липецке приживется и так же будет работать. Ну, из числа депутатов мы можем потом, получается, получить... Из числа депутатов выбирается председатель городского совета. А вот если мы говорим о главе города, то там схема не буду сегодня рассказывать. Она сложная, да? Там создается и комиссии, там участвует и область и так далее. А потом выносится эта кандидатура на городской совет. И они уже тоже всеобще здесь будут утверждать эту кандидатуру. Понятно. Михаил Владимирович, давайте вернемся к предстоящему дню города. Осталось у нас времени, в общем-то, еще есть о чем поговорить. Программа культурных мероприятий, программа праздничных, спортивных. Там она, в общем-то, очень насыщена, начиная с четверга. В пятницу уже точно начинаются мероприятия. Я так с собой вот взял, 17-го, 17-го, 19-го, да. Что, на ваш взгляд, вот какое-то событие, которое нельзя пропустить? Вы знаете, если вот меня это касается, да, то, ну, во-первых, для меня лично два праздника, совмещенные в один. И День Металлургов, и День Города. И я как металлург, а сегодня еще и ответственный за город Липецк. Для меня это очень важно. Это какой-то и определенный отчет в своей работе. И в то же время, я бы сказал, для меня очень важно, что мы отдадим дань и честь одному человеку, которого городской совет утвердил. Это почетный гражданин города Липецка, Кащенко Петр Иванович. Для меня это будет праздник, когда мы его возвеличим еще раз. Этого грандиозного человека, который очень многое сделал для города Липецка. Это важно. Конечно, доска почета для меня важна. И понятно, вот все мероприятия, которые у нас здесь вот в городе будут, они, наверное, все важны. Потому что, ну, не могу отметить, вот, Липецкое городище. Это уже международный будет у нас фестиваль такой. Куда приезжают не только из российских городов, но и из других стран. Поэтому это история нашего города. И там тоже есть свой интерес. Ну, я понимаю, что, конечно, в каждом районе, в каждом парке будут проводиться свои мероприятия. И я убежден, что, а кто-то и на трамвайчике вновь на нашем проедет. Мы его тоже будем, вот, и запустим, сделаем. Поэтому здесь очень обширная программа, которая включает в себя очень многие-многие мероприятия. Но, тем не менее, для вас вот что значит этот праздник, поскольку вы все-таки тоже и металлург. Наверняка вы и металлургов поедете поздравлять, вручать награды городские. Вы знаете, вот для меня, я понимаю, что это работа. И не только сегодня, но и в празднике. Для меня это ответственность. Во-первых, перед тем, что мы с вами успели сделать. Да, это работа еще какая. Поэтому я бы хотел вот так вот всех обнять, расцеловать, сказать всем огромное спасибо. Потому что все, что делается в городе, мы делаем, соизмеряем с нашими жителями. Еще раз говорю, вот ведь многие сегодня отмечают, из года в год город Липецк преображается. Поэтому это праздник, и мы его делаем для наших горожан. Вот для меня это очень важно, что мы делаем этот праздник вместе с ними. Ну, у нас будет в этом году, наверное, впервые два фейерверка. В субботу и в воскресенье. Вы знаете, я хотел бы сегодня поблагодарить наших металлургов. Это будет воскресный день, гала-концерт, как обычно, на Петра Великого. И здесь будет грандиозный фейерверк. Поэтому спасибо нашим металлургам, которые подарят всем нашим горожанам. Вот такой салют. И я думаю, что подобного пока я вот за свое время не видел. И по длительности, и по насыщенности. Ну, как мне вот объяснили. Ну, увидим, посмотрим. Ну, конечно, посмотрим. И в субботу будет тоже праздник. Ну, здесь мы пока думаем, да. Спешить я не хотел бы сегодня. Еще время есть у нас. Поэтому мы подумаем, где, как, что по еще одному фейерверку сделать. А вообще, что для вас значит этот праздник? Вы его уже вот у нас отмечаем. Мы вообще в городе отмечаем его уже, наверное, не первые десяток лет. Вот так, если посчитать, с 2000 года или, может, даже с 90, в июле я имею в виду. И вот это совместно празднование с металлургами. Что оно значит для вас? Я еще раз говорю. Да, это сделали мы. Сокольскими, в том числе, с металлургами. Да, и с сокольскими металлургами, с новолипецким металлургическим комбинатом. Поэтому для меня это вот какой-то символ нашего города, города металлургов, города строителей, там, авиаторов и так далее. Но для меня металлургия – это вот здесь у сердца. Поэтому я всегда относился, отношусь к этой профессии очень трепетно, понимая, что это очень сложный труд. Поэтому, да, могу сказать, что это вот я со своими коллегами сделали, и мы считаем, что это правильно, совместили два праздника. И общими усилиями мы, конечно, делаем значительно больше, чем бы это делали металлурги одни или мы в городе. Поэтому у меня даже денег и сомнений нет и сегодня, что мы сделали это совершенно правильно. Скажите, вот у меня этот вопрос возник в голове, потому что мы с вами давно уже знакомы, с 98-го года, когда вы еще были на комбинате директором по персоналу. Вот за это время не возникало у вас смысла, что вот не зря ли я пошел, в смысле наоборот, что вот хорошо, что я пошел в эту сферу, стал в городе. Я счастлив вот этим моментом, что 17 лет я руковожу городом. Как один день, вы понимаете? Вот как один день. И вспомнить есть что, и задор еще есть, и творчество, и созидание. И вот хотелось бы, чтобы наш любимый город был одним из лучших не только в России, но и Европы. Мы стремимся к этому. Я этого очень хочу. Поэтому нет, сомнений никаких нет. И я от души пошел на эту работу. Может быть, иногда и не представлял, какие сложности ждут в этой работе меня. Но сегодня я говорю, что я в свое время сделал правильный вывод, правильное решение. Ну и в последние две минуты, может быть, надо пожелать липчанам вам какие-то добрые слова о напутствии перед праздником. Вы знаете, я хотел бы, во-первых, сказать всем липчанам огромное-огромное спасибо. Вот за тот деловой настрой, за сплоченность, за любовь к нашему городу Липецку. В конце концов, за вашу культуру, дорогие липчане. И мы это наблюдаем из года в год. Я хотел бы поздравить вас с праздником Днем Города и Днем Металлургов. И, конечно, пожелать вам счастья, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, творческих успехов. И чтобы мы с вами не сомневались, что город Липецк является одним из лучших городов нашей необъятной страны. А в этом заслуга ваша. Еще раз спасибо и с праздником, дорогие мои липчане. Спасибо большое, Михаил Владимирович, за то, что нашли время прийти к нам в студию программы «Точки зрения». Это была «Точка зрения» главы города Липецка Михаила Владимировича Гулеского. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин